Мы находимся в пятизвездочном отеле Ajman Sarai, это номер 302 Suite. Слева от входа находится гостевой туалет, там же имеется мраморная раковина и шикарнейшее зеркало в потолок. Я не знаю, есть ли в других номерах такие туалетные комнаты, но нам посчастливилось ее иметь. Также находится здесь бедетка, так как мусульмане часто используют такие душики для всех дел, поэтому везде вы найдете его. И телефон. С правой стороны от входа находится барная стойка с чашечками, кофе, чаем, молоком для кофе, сахаром и так далее. Воды предоставляется в этом отеле сколько нужно, не под счет. Сколько вы пьете, так сказать. Также есть чайничек и кофемашина. Кофе в этом отеле просто шикарный. В таких шуплятках можно найти бокалы и сам холодильник. Мини-бара, к сожалению, нету. Из-за коронавируса приходится привыкать к реалиям. Проходим в основную комнату, это зал. С левой стороны находится обеденная зона, обеденный стол, либо стол переговоров, кто как использует. И посмотрите только на эту люстру. Она выполнена из маленьких ракушек. Смотрится просто бомба. Далее зона отдыха. Кресло, журнальный столик. Шикарнейший лиловый диван без подушек. К сожалению, опять же, коронавирус, поэтому без подушек. И в цвет дивана картины. Над диваном располагаются люстры в арабском стиле. И они же являются символом этого отеля. Наклеечки с такими люстрами, лампами можно найти на каждом окне. Далее видно балкон и шикарное, безграничное, бирюзовое море. Напротив дивана находится тумба с телевизором. И вы посмотрите на эту тумбу. Это маленькие ракушки. И по телевизору можно смотреть русские каналы, немецкие, французские, кому как. И рабочий стол с лампами для тех, кто приехал также поработать. За такими массивными дверьми находится спальня, которая поражает своим арабским стилем, помпезностью, огромным просто изголовьем. Кровать сама метра два, ну метр восемьдесят там точно есть. И опять же вид на безграничное море. Это так прекрасно просыпаться с таким видом. Также есть кресло и телевизор с тумбой. Далее у нас еще одна комната имеется. И это ванная комната. А посреди этой комнаты стоит ванная. Представляете? Большая, красивая, массивная ванная с видом, как вы думаете, куда. Если распахнуть двери, то можно также наслаждаться прекрасным видом на море. Также имеются две раковины с огромными зеркалами. А вот это вот, такое немножко сероватенькое окошечко, это телевизор, чтобы вы не заскучали, когда принимаете утренние процедуры, либо лежите в ванной. Можно найти много полотенец. И также имеется маленькое окошко, которое впускает натуральный свет. Далее за этой дверью прозрачной находится самая классная душевая комната, которую я когда-либо видела. Она просто огромная. И вода никуда не проливается, не выливается в соседнюю комнату, что классно. Также отель предоставляет вот такой фирмы души для геля, кондиционеры, шампуни. Очень классная фирма. И я погуглила, как думаете, сколько стоит продукция этой фирмы. Такая одна баночка, скорее всего, затянет на евро в пять. Но качество просто бомба. Поэтому пользуйтесь в свое удовольствие. И также имеется тропический душ. Короче, можно расслабиться в этом душе по полной. И пуфик. Может, кто устал отдохнуть. За этой дверью находится основной туалет с телефоном обратно же. И здесь также можно найти бидетку и само полноценное биде. Комнатка тоже не маленькая. Закрываем дверь. И как думаете, что находится за этой дверью? Если не заглянуть, я бы, наверное, сама не догадалась. Но пойдемте покажу. Это гардеробная комната. И их здесь целых две. Они такие огромные. Посмотрите, я влажу целиком туда. Если играть в прятки, то можно спрятаться полноценно. И зеркало. Но не мечтали для каждой девушки. Гардеробная комната. А вот и вторая гардеробная. Здесь находится сейф. Мы также спрятали свои чемоданы, чтобы они не мешались. И моя радость в каждом отеле, где имеется утюг. Но необычный. Посмотрите на эту розетку. Да, розетки здесь такие из трех дырочек. Как они называются, кстати, американские. И я вам дам совет, как, наверное, можно сэкономить в Арабских Эмиратах. Либо же для своего удобства это купить вот такие вот сами переходники. Одного будет достаточно, и вы не будете париться. Потому что некоторые отели дают их в аренду по 10 дирхам. Поэтому один раз купил и вози с собой. И пройдемте на балкон. Покажу вам это шикарнейшее место в нашем номере. За тюлью находится сама балконная дверь, которая открывается одним нажатием. То есть нажимаешь вниз, она закрывается. Вот такая красненькая кнопочка появляется. И зеленая ее открывает. Девушки с ногтями. Будьте поосторожны, потому что она очень тугая. А прямо перед нами море. Это такое удовольствие было просыпаться здесь таким видом. Я вам просто не могу передать. Мы с балкона не уходили. Буквально заходили в комнаты только, чтобы поспать. Балкон сам большого размера. Имеется также два кресла и столик. И шикарный вид. Покажу вам территорию отеля с высока. Так будет понятнее и удобнее. Значит, в этой стороне, вот там находится кафешка от отеля. Недешево, конечно, но несколько раз можно покушать там. Допустим, гамбургер стоил 22 евро. Отдельно хочу показать вам наши бассейны. Это два. Находится у этого отеля. Круглый с бульбушками, как джакузи. И продолговатый. В обоих бассейнах температура поддерживается 30 градусов. В круглый заходить с детьми нельзя. Возможно, из-за того, что он с бульбушками. Территория не большая, но и не маленькая. До моря, как видите, рукой подать. Вот что мне нравится в этом отеле, что работники вот сейчас играют в волейбол. В конце своей смены они занимаются йогой и играют в волейбол. Я нахожу это очень классным от начальства этого отеля, что они не запрещают делать это и относятся просто к ним, как к людям. На данный момент заполняемость отеля небольшая. Наверное, процентов 40. Работников намного больше, чем самих постояльцев. Здесь, конечно, не относятся к туристам, как к королям. И очень много русских туристов. Можно даже найти людей, которые разговаривают здесь на русском. Поэтому без знания английского можно здесь обойтись. Конечно, нам немножко не повезло, что в данный момент отстраивают ресторан на территорию. Поэтому может быть немножко шумно и загорожена немного территория. Но работники работают очень и очень тихо. Не включают ни музыку, громко не разговаривают, не пилят ничего. Поэтому действительно очень тихо и уютно. Внизу находится детская зона. Аниматоры занимаются с детьми. Можно там провести время. Внизу это буфетная зона. Здесь буфеты предоставляются утром, так же вечером. И вот в этом домике дают полотенце, чтобы взять на пляж. То есть с номера ничего тащить не нужно. А внизу под нами находится спа. Мы находимся, так сказать, на втором этаже. Территория у соседнего отеля, конечно, побольше будет. Зеленая, вся красивая. На этом лоскутке, на этой территории проводят свадьбы, мероприятия. Поэтому может быть немножко шумно. Территория у них, пляжа, очень большая. Но с нашего пляжа есть выход на этот. И поэтому не составляет труда пройти прогуляться. Никто не выгонит оттуда. Там также у них есть кафешка, ресторан прямо на берегу моря. Или прогуляться же по парку можно. Тоже отель не маленький. Называется Аджман Хотель. Если будете брать номера, я советую брать номера в части поближе к Аджману Хотель. Потому что наверху над кафешкой очень громко может быть. Музыка играет и диджей играет. Поэтому лучше брать с другой стороны, где мы с вами сейчас находимся. И постояльцев на данный момент не так уж и много. Поэтому нам повезло, можно сказать. Потому что буквально с пяти вечера вообще нету купающихся в бассейне. И до восьми можно хорошо поплавать. А температура воды всегда будет 30 градусов. Пляж работает до шести вечера. Так как, к сожалению, сейчас зима. И в шесть часов вечера опускается солнце, закат. После этого плавать опасно. Если вы хотите отдохнуть в Арабских Эмиратах в отеле вечерком, на выходных это не получится. Так как свадьбы проводят везде в отелях. И всегда громко. Одна в нашем отеле. А одна рядышком. Но здесь пока тихо. Но чувствую, вечерок будет жарким. Я скажу так. Это становится уже совсем неприкольным. Отсюда громыхает музыка. И отсюда громыхает музыка. Короче, это полный трэш. Кстати, работники сейчас работают над вот этим вот рестораном. И здесь, когда они работают, совершенно ничего не слышно. Но вот эта музыка, это вообще просто а-да-с. Зато посмотрите, какое небо красивое. Вдалеке огоньки, это корабли. Эта вечеринка мне нравится больше. Здесь и люди как-то поэнергичнее веселятся. А здесь как-то все немножко скучновато. Не видно, чтобы кто-то танцевал. А вообще, как по мне, эти две компании могли вполне одного диджея нанять. Так как на данный момент музыка просто перекрикивает, кто громче. Интересно, до скольки будет это все длиться. А у нас сегодня в отеле обратно свадьба. В этот раз индийская. Снимают болливудское кино. Ждем сейчас невесту. А на пляже сейчас играют работники отеля. Кстати, они здесь и занимаются йогой вместе с туристами. И играют в волейбол. Это показывает очень классное отношение начальства этого отеля к своим подчиненным. Что не скажешь о шейхах? Здесь они один раз так орали на работников отеля, что весь отель гулом стоял. Ура, началась свадьба спустя полтора часа. Само действие, к сожалению, происходит за пальмой, ничего не видно. Все, спрятались за деревьями. Кстати, там обалденная площадка с подсветкой. Ну, хорошо им отпраздновать. Хочу показать вам вид и с другой стороны нашего балкона. Это вид уже более на город и на другой отель. Вот в мечети, кстати, началась служба. Они начали говорить. Вид, конечно, не на море, но, как по мне, тоже очень даже интересно. А в этой стороне находятся кафешки и парк. И набережная, где можно погулять. Очень классное место. Как по мне, лучшее место в городе для прогулок. Там очень много местных собирается вечерами. А здесь на парковке от отеля приезжают шейхи для того, чтобы поставить свои машины, а потом пойти кушать, наверное. Иногда здесь такой гул раздается, что вообще приезжают со своими майбахами и начинают меряться, у кого машина больше и погромче. Так что мужчины есть везде мужчины. И забавы у них одинаковые. Вот так можно словить такси. Просто стоять, и они все пипикают. Смотрите. А это пешеходные переходы. Их фиг, кто заметит. Оно находится на таком возвышении. И надо очень быстро перебегать, потому что машины здесь совершенно не останавливаются. Здесь на пешеходов всех пофиг. Поэтому будьте внимательны. Зебр здесь точно нету. И кафешки. Здесь, к сожалению, еще не все открыли. Только частично. Но посмотреть можно. Здесь никто не сидит, поэтому могу снять. С левой стороны сидит шейх в одеянии. Не имею права. Так что вот так сложно снимать в Арабских Эмиратах. Здесь, кстати, каждому дереву подведен шланг с водой. И так они растут. Потому что везде в других местах засуха. А вот так выглядит Аджман-сарай. С Дали. А вот началась развлекаловка в этом парке. Фонтаны. Чем не Дубай? Так же с подсветкой. Фонтан. Бука! Продолжение следует... Но это явление непродолжительное, так как они выключают фонтаны через несколько минут. Смотрите, какой классный постамент. Это деревья в воде, это бассейн. Класс! Вот так сделали фонтан. Фонтан, бассейн. Деревья в воде. Супер! Мне очень нравится. Дальше мы выходим на набережную. Вот так выглядит набережная со всех сторон. Не могу со всех сторон показать, так как везде здесь сейчас присутствуют местные в одеянии. Не разрешено мне их снимать. И много очень security здесь находится. С левой стороны находится мечеть, которую мне также снимать нельзя, но надеюсь, что ничего мне за это не будет. И стоит вот там вот корабль. Это корабль-ресторан. Можно попробовать что-нибудь покушать там. И по эту сторону находятся рестораны. Практически во всех ресторанах есть персонал, который разговаривает на английском языке. Если хотите увидеть местный колорит, вам однозначно сюда. Потому что 95% присутствующих это местные, которые сидят на лавочках, курят кальян. Хотя здесь это запрещено. Кушают, постелили себе покрывало на пол, кушают и просто разговаривают, беседы ведут. А также здесь очень много бездомных котов. А вот и правила поведения в этом парке. Как я и говорила, подобающие одежду носить. Дети только с родителями. Никаких великов, футбола и так далее. Но эти правила не соблюдаются ниже местные. Поэтому здесь можно это все наблюдать. Ну, кроме как футбола и открытого огня. Так что вот так вот. Имейте в виду.